Доброе утро! Вы смотрите программу Натальи Аболы. Я желаю вам прекрасного дня и постараюсь, чтобы за время нашего эфира вы получили интересную и полезную информацию. У разных народов мира существуют собственные традиции приготовления пищи. И если кулинарные традиции многих народов похожи, то еврейская кухня совершенно уникальна и отличается от всех прочих. Национальная еврейская кухня – одна из самых древних. Кулинарные рецепты разнообразны, вкусны и достаточно просты в приготовлении. Взять, например, рецепт излюбленного еврейского блюда форшмак. По преданию, это блюдо мог приготовить самый бедный еврей, вымочив обычную селедку в молоке. Такое блюдо близко по вкусу и латвийцам. Латвийцы считают, что форшмак – это не еврейское блюдо, а это их блюдо. Они говорят, что это их блюдо. Мы тоже соглашаемся и говорим, конечно, мы же все живем в Латвии, поэтому мы же должны были что-то взять. Как известно, кухня любого народа использует те продукты, которые дают ему природа родной страны. Но евреи проживают в самых разных уголках мира, а значит и исходные продукты у них разные. В ресторане «Минора» готовят еврейские блюда с латвийской изюминкой. Всегда берем что-то от того народа, где живем. Например, в Латвии – это так, в Украине – это так. Но правила кашрута везде одинаковые. Никогда не смешивать мясные и молочные продукты. Есть мясо только животных с раздвоенными копытами. Рыба должна иметь чешую и плавники. В ресторане «Минора» строго придерживаются всех правил приготовления кошерных блюд. В Торе есть такая мудрость, что не топи козленка, а в молоке его матери. То есть мудрецы перевели это так, чтобы мы не смешивали молочное и мясное. Гефилта фиш – фаршированная рыба. Блюдо это вкусное, но чрезвычайно трудоемкое. Для истинной гефилта фиш требуется 2,5 часа томиться в кастрюле с луковой шелухой. На дне – под слоем свеклы и моркови. Готовя это блюдо, хозяйки демонстрируют свое трудолюбие. В первую очередь всегда все хозяйки смотрели на цвет. Вот у меня такой цвет, значит, у меня она получилась лучше. Неважно, даже не попробовав еще. А вот у меня больше красного цвета, значит, у меня вообще такая рыба, что тебе даже и не снилось. В ресторане «Минора» можно найти много оригинальных блюд, интересных сочетаний, к примеру, цимос – мясо, тушеное со сладкой морковью. За предготовить в субботу породил специфическое блюдо «Чолнт». Оно готовится на медленном огне всю ночь накануне священного дня из фасоли, картошки и жирного мяса. Тарелка куриного бульона из кнейтлах – это такие клетки – может вылечить не только тело, но и душу. На десерт в ресторане «Минора» предлагают лакомство из мацовой муки, смешанное с сухофруктами и орешками. Детям такое лакомство обязательно понравится. На завтрак хорошо подойдет блюдо шахшука. Главная особенность еврейской кухни – изобилие. Стол всегда ломится от изобильных сытных блюд. Продукты сельского хозяйства Латвии качественные и сравнительно дешевые. Но сельскохозяйственная политика Евросоюза ставит наших крестьян в заведомо неравное положение по сравнению со старыми странами ЕС. Таким положением вещей недовольны латвийские крестьяне-фермеры, правительство и президент страны. Андрис Берзнич осенью прошлого года встречался в Брюсселе со многими должностными лицами ЕС, чтобы обсудить дискриминирующие крестьян Латвии выплаты за неиспользуемые сельхозугодия. В проекте нового сельхозбюджета Евросоюза до 2020 года предусмотрено, что новые страны ЕС будут получать только 50% от объема прямых выплат. Сейчас важно принять все меры, чтобы изменить эту дискриминационную политику. Координации совместных действий была посвящена конференция Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций под девизом «Будущее начинается сегодня». Мы, как самая большая организация сельскохозяйственников, организуем уже пятый семинар такой, где мы решаем вопросы, какой быть общей сельскохозяйственной политикой после 2013 года. Это нам кажется очень важно, потому что сейчас в Европарламенте принимаются самые важные решения. Как утверждают эксперты, главные проблемы сельского хозяйства Латвии – недостаточное финансирование и отсутствие сплоченности фермеров и крестьян. Каждый борется в одиночку, и чаще всего результатом становится миграция населения сельских районов в столицу и за рубеж в поисках лучшей жизни. Огромные сельскохозяйственные площади, в частности окраинные области страны, опустевают. Для того, чтобы село оставалось обжитым, я считаю, стоит обратить внимание на маленькие хозяйства, семейные хозяйства. Если такие хозяйства будут чувствовать себя уверенно и знать, что они могут заработать, то те дети и молодежь, которая будет расти в этих семьях, увидят, что жизнь их родителей не настолько тяжела, и они тоже захотят насладиться нашей красивой латвийской природой и остаться на родной земле. Сейчас представителям сельского хозяйства Латвии очень важно сохранять активность, так как в течение нынешнего года многое может измениться, ведь существует большой шанс добиться улучшения финансирования этой отрасли. Наш совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций в последнее время очень активно работает на лобби Бруссели. Сейчас в Брусселе будут приниматься важные решения о том, какое будет финансирование на следующие периоды до 2020 года для сельского хозяйства. И нам очень важно, чтобы наши фермеры были на, так сказать, более одинаковом уровне, как и в Европе. В общую борьбу за реформу единой сельхозполитики после 2013 года Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций «Крестьянский семь» в сотрудничестве с Министерством земледелия намерен вовлечь все латвийское общество. Уже разработан план действий, и скоро начнется его реализация. Проведение реформы будет стимулировать сельхозпроизводство и положительно отразиться на уровне жизни самих крестьян, а также городских жителей, покупающих местные продукты. Имя знаменитого латвийского хоккеиста Сергея Желтока, чье сердце остановилось прямо во время матча, носит одна из рижских школ. Можно сказать, что в этой школе растят будущую сборную страны. Занятия спортом способствуют успехам в учебе. В этом уверены учителя и тренеры 55-й средней школы Риги. Дети, принимающие участие в спортивных соревнованиях, более дисциплинированы и легче концентрируются во время уроков. Этому особенно способствуют виды спорта, в которых действует определенное правило, например, такие как хоккей. Школа недаром носит имя выдающегося латвийского хоккеиста Сергея Желтока. Мы приглашаем любого ребенка с 1 по 12 класс учиться в нашу школу, так как мы обещаем интересные уроки, интересную неклассную жизнь, интересные сотрудничества со школой, с семьей и с каждым ребенком. Школа имени Сергея Желтока уникальна тем, что сочетает учебную программу средней школы с углубленной хоккейной подготовкой. Наши дети тоже занимаются катанием на льду. То есть наши тренеры обучают детей кататься в соседнем хоккейном холле. Эти уроки у нас проходят на льду, и они бесплатные. В нашей школе тренерами работают наши же выпускники. Эрикс Миллионс, Алексей Филиппов, Эдуард Сделевко. Тренировки по хоккею направлены на развитие технических приемов, физической подготовки учеников, индивидуальной тактики игры и умение взаимодействовать в команде. Регулярно в школе проходят различные мероприятия, учебные экскурсии. Никогда не составляло проблем совмещать хоккей с учебой, потому что учителя всегда помогали, если что-то пропустил, мог спокойно прийти на консультацию, помогут, объяснят. В общем, проблем никогда не было. Использование на уроках современных компьютерных технологий, аудио- и видеоаппаратуры, а также интерактивные доски делает каждое занятие увлекательным и запоминающимся. Кроме того, в школе активная внеклассная жизнь. Драматический кружок «Пилюкс», вокальный ансамбль народной песни «Калинушка», танцевальная студия «Минуэт». Эти увлекательные кружки и дополнительные занятия по интересам школа предлагает своим ученикам. Каждый ребенок после уроков может принять участие в играх и соревнованиях в спортивном зале. Это позволяет им развиваться не только творчески, но и физически. Мы занимаемся театральной студией «Пилюкс». Нам очень нравится, у нас очень дружный коллектив. Ходим туда мы два года. Каждое выступление учителя нас поддерживают, помогают. Что-то случится, всегда придут на помощь. Молодежный клуб «33» объединяет всех, кому интересна история жизни Сергея Желтока. Комнату памяти выдающегося хоккеиста может посетить каждый желающий. Экскурсии здесь проводятся на латышском, русском и английском языках. А в Рижской 45-й средней школе уже с первого класса ученики начинают обучаться игре на музыкальных инструментах. В старших классах они уже создают собственные ансамбли и музыкальные группы и занимаются вокальной и музыкальной режиссурой. Известно, что музыка способствует улучшению работы мозга и гармоничному развитию человеческой личности. Этими благими целями руководствовались педагоги Рижской 45-й средней школы, создавая профессионально ориентированную программу с музыкальным уклоном. Для учеников основной школы, помимо общеобразовательных учебных дисциплин, обязательным предметом является обучение игре на музыкальном инструменте. А учащиеся средней школы дополнительно выбирают еще и специальность. Как специальность ученики могут освоить духовые инструменты, ударные инструменты, гитару, бас-гитару, соло-гитару, другие электронные музыкальные инструменты, включая электронное пианино. Также они могут освоить и вокал, или специальность звукорежиссера. Музыке ребята обучаются и на уроках в группе, и на бесплатных индивидуальных уроках после школьных занятий. Солисты и музыкальные группы с успехом выступают на различных конкурсах. Эта школа для меня будто второй дом. Она дает большие возможности для молодых, талантливых музыкантов, желающих связать свою жизнь с музыкой. Для более разностороннего развития учащихся в школе существуют и творческие кружки. Одним из наиболее значимых является коллектив народных танцев «Чекурс». Коллектив получил приз первой степени среди 10-12 классов. В школе работают также кружки прикладного искусства. Школьники с большим интересом осваивают работу с керамикой, роспись по шелку или нетрадиционные ручные работы. Любители более активных занятий выбирают школьные и спортивные кружки. Футбольная и баскетбольная команды нередко побеждали на соревнованиях разного уровня. Не меньше успехи и у ребят, представляющих школу на районах, государственных олимпиадах, поточным и гуманитарным наукам. Своей основной миссией школа считает предоставление равных возможностей гармоничного развития каждому ученику, вне зависимости от его физической формы. Поэтому в учебный процесс успешно интегрированы и дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Дизайнеры вновь влюблены в платье. В новой коллекции Топ Дизайн разнообразные фасоны стильных женских платьев для юной девушки и статусной дамы. Модная женская одежда с торговой маркой Топ Дизайн успешно конкурирует с самыми раскрученными зарубежными брендами. Не стоит сомневаться, латвийские модницы оценят их по достоинству. Большинство из нас начинает утро, отодвинув штору на окне. Текстиль в доме – это важнейший элемент интерьера. И самая приятная работа как для профессионального, так и доморощенного дизайнера – выбор ткани и стиля. Существует множество способов преображения интерьера. Самый простой и быстрый – использовать для этой цели текстиль. Шторы не только защищают от летнего солнца, они могут быть стильным украшением окна. Фактурная тюльф-пол зимой придаст комнате теплую атмосферу. Кроме того, это защита вашего жилища от посторонних взглядов. Огромный выбор самых разнообразных тканей не должен вас пугать. Профессиональные дизайнеры помогут сделать выбор и завершить создание неповторимого интерьера вашего дома. Наша работа очень важна, так как нам нужно поддержать интерьер, его улучшить, но ни в коем случае не навредить. Самостоятельно воплощать в жизнь свои идеи вам может не хватить знания и опыта. Пригласив же специалиста по текстильному дизайну, вы сэкономите время и получите гарантированный результат. К нам приходят самые разные клиенты. Кому-то нужны действительно дизайнерские решения, кому-то нужна функция. Но каждый человек приходит, и ему нужны именно свои личные шторы. Поэтому у нас очень такой личный подход к каждому человеку. Салон текстильного дизайна и сеть специализированных магазинов – единый бизнес. Прямые поставки текстильной продукции широким ассортиментом по дизайну, цветам и размерам в конечном счете сокращают стоимость заказа для покупателя. Поэтому диапазон цен начинается от самых экономичных предложений. У нас очень широкий ассортимент материалов, материалов различных стилей и направлений. Это ткани для дома, это ткани для общественных помещений, различные аксессуары, дополнительные все материалы, штанги, шторы. В общем, все, что касается убранства окон, все это у нас находится на месте. Получить подробную информацию об ассортименте, а также осуществить покупку или связаться с дизайнерами можно не выходя из дома – через интернет. Модельеры всегда живут завтрашним днем. Манекенщицы уже сегодня позируют перед фото и видеокамерами в тех платьях, которые мы с вами будем носить весной и будущим летом. Настоящие модницы начинают готовиться к сезону весна-лето 2012 еще зимой. Именно для них магазины женской одежды «Майя» уже сегодня представили самые актуальные новинки весеннего сезона. Главное в новой коллекции – это платья, подчеркивающие женственность и сексуальность их обладательниц. Для весенних и летних платьев очень важен цвет. В новом сезоне мы сможем увидеть настоящую цветовую феерию. Актуальны все цвета радуги и тысячи их оттенков. Главное, они должны быть яркими. А безусловными лидерами весны и лета будут бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, фиалковый и розовый цвета. Ультрамодными для платьев 2012 года станут и смелые цветовые сочетания. Либо в одной гамме, но разных оттенков, либо креативная смесь, когда несколько ярких оттенков гармонично соединяются в единый броский и оригинальный ансамбль. Если говорить о материалах, то мода на легкие полупрозрачные наряды весны и лета диктует использование мягких струящихся тканей. Таким образом, модный сезон обещает быть соблазнительно сочным и в то же время очень романтичным. Рисунок и цвет практически неразделимы. Стремясь сделать весеннее платье броскими и оригинальными, модные дизайнеры берут на вооружение самые разнообразные принты, которые дают простор для творческой фантазии. Это различные цветочные мотивы, от реальных до диковинно-сказочных, а также геометрические рисунки. Открытые плечи – один из главных хитов предстоящей весны. Это платье, которое дает возможность показать плечи, оставаясь при этом загадочной и женственной. Длинные, короткие, объемные и по фигуре – все, что подчеркивает вашу яркую индивидуальность, все, что добавит вашему образу креатива, все, что напомнит о вашей красоте, нежности и сексуальности – таков новый сезон модных платьев весны и лета. В них вы будете изящными и соблазнительными. Вторую жизнь дарят обуви магазины «Парис». Главное их достоинство в том, что здесь можно купить обувь известных брендов по цене в 3-5 раз ниже начальной. Несмотря на предвзятые отношения некоторых покупателей к секонд-хенду, есть такие магазины, пользованные одеждой и обувью, в которых можно купить товар высокого качества. Сеть магазинов «Парис» специализируется на обуви известных брендов «Эко», «Георгс», «Габорг», «Кларк», «Гес», «Саламандр». Можно быть уверенным, что покрой, пошив и износостойкость продукции этих компаний удовлетворят требованиям самых взыскательных клиентов. Недолго задерживаются на полках магазина и обувь спортивных брендов. В зимнее время очень актуальная спортивная обувь, то бишь слаломные сапоги. Они тоже у нас есть всевозможных размеров и по доступной цене. Помимо обуви в магазинах «Парис» можно найти оригинальные дамские сумки и аксессуары, а также детскую обувь всех размеров. Как известно, ножка малыша растет не по дням, а по часам, и зачастую ребенок не успевает снашивать свои ботиночки. Такие малоношенные экземпляры вы сможете приобрести в магазинах «Парис». Пока мама занята выбором подходящей обувки, малыш под впечатлением стихотворения про зайку, которого бросила хозяйка, непременно облюбует одну из мягких игрушек. И поверьте, это не опустошит ваш карман, ведь игрушки стоят здесь копейки. Немаловажная услуга, предоставляемая в магазинах «Парис» – дезинфекция приобретенного вами товара. В вашем присутствии в течение 8 минут в дезинфекторе обрабатывается обувь серебряным ионом и озоном. И в этом аппарате убивается 99,7% бактерий. Оригинальные брендовые вещи, пусть и не новые, служат намного дольше, чем купленные за те же деньги турецкие или китайские подделки. В большинстве случаев спустя самое непродолжительное время они теряют товарный вид. К счастью, на обуви, которую вы носите, не написано, где она куплена. По качеству такие сапожки не уступают новой обуви и стоят значительно дешевле. Для каждого дня недели в магазинах «Парис» специальные адресные скидки. В понедельник для пенсионеров, в среду для студентов, в пятницу для родителей с детьми. А в субботу 20% скидки получит каждый посетитель любого из трех магазинов. Настоящий бульдог – очень подвижная и чрезвычайно сильная собака. Как охранник, он не уступит и ротвейлеру. Даже если это совсем небольшой по размеру пёс французской породы. Не говоря уже о бульдоге английском. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня в рубрике мы расскажем вам об английских бульдогах. И наша собеседница в теме этой породы – это легендарный заводчик английских бульдогов Любовь Войнова. Порода, как понятно из названия, английская. Интерес к породе начался тогда, когда граф Уоррен, наблюдая за совершенно случайной травлей быка, собакой, прародителем современных бульдогов, очень заинтересовался этим зрелищем. И это начало в Старой Англии культивироваться. Современный бульдог внешне лишь отдаленно напоминает своего прародителя. Фактически, из сходств на сегодняшний день можно отметить лишь типичную голову и челюсть. Другое дело – характер англичанина. Он продолжает оставаться высокоинтеллектуальным, сильным духом, уверенным в себе и в меру упрямым псом. Однако, вопреки существующим о породе стереотипам, с ним всегда можно договориться. К сожалению, даже среди профессиональных дрессировщиков очень разные мнения по поводу дрессировки английского бульдога. Но, опять-таки, как профессиональный дрессировщик и человек, который дрессировал очень много бульдогов, могу сказать, что дрессируются они великолепно. Впрочем, необучаемость бульдога – это лишь один из многочисленных мифов, которыми овеяна порода. Среди них также мифы о том, что у бульдогов очень слабое здоровье, что они мало живут, очень аллергичны и вообще ни на что, кроме сна и потребления пищи, не способны. Однако, это действительно не больше, чем просто мифы. При нормальном содержании бульдоги живут в среднем 12-13 лет. А это, уж поверьте, действительно много. Особенностей содержания, в общем-то, как таковых нет. Уход очень несложен, как за любой короткошерстной собакой. В плане, опять-таки, расхожего мнения, что они ужасно аллергичны и ужасно болезненны – это абсолютная глупость. Такими их делают хозяева. Однако, все же есть несколько нюансов, с которыми нужно считаться. Во-первых, неподготовленный к этому специально бульдог не предназначен для длительных прогулок. Во-вторых, бульдоги не очень хорошо переносят жару. Поэтому знойным летом рекомендуется гулять с бульдогом или рано утром, или поздно вечером. А также, они не являются отличными пловцами. Водные процедуры следует проводить под тщательным контролем. Для собаки нет ничего страшнее, вы меня извините, дурака хозяина. Они от нас зависят полностью. И они ограничены нашими представлениями о том, что им полезно, что не полезно. У них нет свободы выбора ни в корме, ни в образе жизни, ни в прогулках. Поэтому все зависит от хозяина. Надеемся, что нам удалось развеять легенды о замечательной породе английский бульдог. Стоит отметить, что качество бульдогов из питомников Латвийской кинологической федерации самое высокое. И это признано на международном уровне. Ну а всю интересующую вас информацию о породе и об ожидающихся пометах вам с радостью предоставят в Латвийском национальном клубе бульдогов и бостонских терьеров. День рождения Владимира Высоцкого Поклонники самого знаменитого барда на постсоветском пространстве, конечно, есть и в Риге. В этом году на вечер памяти легендарного поэта и актера приехал летчик-космонавт Советского Союза Георгий Гречко, друг Владимира Высоцкого. Космонавт Гречко первым в мире показал концерт своего друга с орбиты Земли. Он – сопредседатель благотворительного фонда имени Владимира Высоцкого и приехал в латвийскую столицу, чтобы поучаствовать в создании барельефа кумиру целой эпохи и ее последнему романтику. Имея право быть космонавтом, до сих пор одна из самых любимых песен Гречко. Он с нами встречался и он писал о космонавтах гораздо лучше, чем если бы мы сами написали. Причем не просто там рифма лучше, он понимал нас лучше, я бы не смог. Я три раза летал в космос, но так выразительно, так глубоко, я бы о своей работе не мог сказать. И вообще говоря, вы знаете, когда вот в последний раз мы с ним говорили, он говорит, я хочу еще раз встретиться с космонавтами и написать о вас песни. Давайте встретимся, но мы считали, что у нас еще, ого-го, сколько лет спереди. И вот так. В Риге по-прежнему тепло относится к творчеству Владимира Семеновича. Здесь, в гостинице «Рига» во время гастроли 1974 года жил сам Высоцкий. На вечере его памяти Георгий Михайлович первым приложил руку созданию барельефа «Владимир Высоцкий и современники». В его центре будет находиться профиль певца и поэта, а вокруг автографы, рисунки или знаки, лично оставленные его друзьями. Но всех секретов замысла будущий создатель барельефа Георгий Хускевадзе не раскрывает. Я считаю человеком легенды. Для меня, наверное, это большое испытание. Первый набросок будущего произведения создавался всеми присутствующими. И здесь не было случайных людей. В Риге в памятный вечер Владимира Высоцкого каждый присутствующий мог нести свою лепту. С энергетический проект барельефа «Владимир Высоцкий и современники», «Пождественное открытие, которое у вас состоится через год». Теплую атмосферу вечера создавали всеми любимые песни Владимира Высоцкого, которые исполнялись латвийскими бардами. Выбрать самую любимую песню было совсем непросто, ведь каждая из них – это их память о собственной молодости, в которой песни Высоцкого и его личность значили так много. Именно эта музыка звучала с пластинок практически днями, больше всего. И именно Владимира Высоцкого я помню со своего детства. Я все хотел. Ну, как-то снять надо его, сфотографировать. И камера у меня все там была. Камера старенькая такая, но неважно. И тут он выходит уже из института, идет к автобусу. Микрик такой. Ну, и все. Момент уходит. Он открывает дверь уже. Я говорю, дядя Володя, он так раз, и получился снимать. Как яркая вспышка, Владимир Высоцкий продолжает жить в памяти многих его почитателей. У каждого из них есть свой, особый, близкий по духу репертуар. Будь то песня, поэзия или любимая сыгранная роль. В минувшую субботу в Риге была учреждена новая традиция, которая обещает стать ежегодной – празднование дня рождения Шерлока Холмса. И это не случайно, ведь многие сцены своего знаменитого фильма режиссер Игорь Масленников снимал на улочках Старой Риги. Сам создатель знаменитого персонажа Артур Конан Дойл в своих произведениях никогда не сообщал о дате рождения Шерлока Холмса. Но в рассказе «Его прощальный поклон» назвал предположительный год рождения частного лондонского сыщика – 1854. Родился ли Холмс в январе, история умалчивает. Нам тоже как-то показалось, что это несправедливо, что такой самый известный сыщик, самый любимый, не празднует свой день рождения. Поэтому Рига – первый в мире город, который празднует день рождения Шерлока Холмса и будет делать каждый год. Вот в этом году, 28-го, может быть, у меня была такая идея, что у нас, допустим, на следующий год это будет каждый год, третья суббота января. Премьера фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» состоялась 22 марта 1980 года. Фильм сразу приобрел большую популярность в СССР. А в 1986 году съемки были завершены. Постаревшие экранные герои отправились на пенсию. В том, что Холмс – это роль Василия Ливанова, Масленников не сомневался. Широко известен факт, что даже английские критики признали его лучшим Шерлоком всех времен и народов. Многие фразы из фильма разошлись в народе крылатыми выражениями. Но, кстати, знаменитая фраза «Элементарно Ватсон» никогда не произносилась Холмсом в произведениях Конан Дойля. Еще одно знаменитое выражение «Овсянка, сэр» звучало на празднике при раздаче всем гостям Париджа с джемом. Каждый мужчина, он внутри сыщик, потому что у мужчины развито логическое мышление, у женщин более эмоциональное. Поэтому каждый мужчина, он всегда пытается продумать свои действия логическим путем. Если я сделаю так, что будет так, и так, и так. Последовательность. И, конечно же, я как мужчина, я тоже немножко сыщик. Сначала бабушка мне читала, потом я сам читал. Ну, в пять лет. Мне она больше всего понравилась. У меня, если честно, по проектной работе нужно было сделать доклад по этому празднику. Где это все снималось? Такой вопрос нередко можно услышать от поклонников фильма. Большинство зданий, попадающих в кадр, это исторические строения Ленинграда, Таллина и Риги. В качестве квартиры Холмса и доктора Ватсона на Бейкер-стрит, 221-Б, снимали дом под номером 22 на рижской улочке Яуньела. Так, я включаю свой дедуктивный метод. По ходу съемок вскрылось несколько ляпов, которые допустил автор. Одна из них связана с собакой Баскервилли. В оригинале страшного пса намазывают светящимся в темноте и небезопасным для здоровья фосфором. Когда создатели попытались сделать то же самое в реальности, оказалось, что собака немедленно начинает его слизывать и избавляться от того, что нанесли на ее шкуру. В программе празднования дня рождения Холмса в параде собак знаменитых английских пород на Домской площади главенствовали красавцы-доги, олицетворение родового проклятия рода Баскервилли. Организаторы праздника планируют сделать его традиционным. В планах организаторов мероприятия предложить городу установить памятник Шерлоку Холмсу на знаменитый Бейкер-стрит и разместить табличку «Здесь жил и работал Шерлок Холмс, самый знаменитый сыщик в мире». Елена Терентьева, Сандрис Дрейменис для программы «Утро» с Натальей Абулой. Надеюсь, сегодня все почувствовали облегчение после периода планетарной напряженности, о котором нам рассказывал Александр Соколов. Что нас ждет на этой неделе? На этой неделе, как вы уже заметили, напряженная конфигурация планет практически распадается. Понедельник, вторник – это еще какие-то следовые остатки напряжения могут чувствоваться. Но на самом деле эта неделя пройдет легче. Правда, остается один аспект, который… Это аспект противостояния Венеры и Марса, планет, символизирующих, соответственно, мужское и женское начало. Поэтому будьте внимательны, чтобы не перечить, не противоречить противоположному полу. Все мы разные. Мужчины решительные и любят аргументы. Женщины любят мягкое отношение и удовольствие. Поэтому, если чувствуете, что назревает конфликт, женщины могут пококетничать, мужчины проявить свою мужественность, и все станет на свои места. Что касается отдельных дней этой недели, то я мог бы выделить следующие моменты. Понедельник – это день, когда… Ну, то есть сегодня – это день, когда мы можем переживать, получив какие-то новости или нервничать во время разговора. И что самое интересное, для этого, скорее всего, может не быть никаких оснований. Что касается окончания недели, то будет активна такая хитрая планета. Астрологи ее по-разному интерпретируют. Но я, например, точно знаю, что она возвращает в нашу жизнь что-то из нашего прошлого. И эта прозерпина будет, на самом деле, вредничать. Поэтому, если вам предстоят встречи со старыми какими-то знакомыми или, я не знаю, может быть, людьми, которым вы что-то должны, может быть, это не самое лучшее время для встречи. А уж если вы остались дома и общаетесь с близкими, то уж, по крайней мере, не напоминайте им о чем-то неприятном. И тогда все будет хорошо. Спасибо. Зима, хоть и с опозданием, но в полной мере вступила в свои права. На этой неделе прогнозы обещают морозную погоду. От минус 13 в начале периода до минус 20 в течение недели. В Латгалии ночью столбик термометра может опускаться и до минус 30 градусов. К выходным обещают некоторое потепление на 5-7 градусов. Погода будет ясной, утром возможен туман. Будем верить в хорошие прогнозы, в том числе метеорологические. Встретимся через неделю.